Ты знаешь, что такое лазанье в карманы? Это же символ всего того, что я ненавижу семейной жизни. Все эти ваши проверчики. Контроль! Не можете залезть в мозги, залезать в карманы. Хорошо, ну вот, что ты обнаружил? Что? Что у меня не дочь, а два сына. Да? Что еще? Ха-ха-ха, я знаю, что ты обнаружил. Я женат, вот в чем дело. Ты же замуж хотела, начни обмануться. А если не обмануться? У тебя штамп! И что? Что штамп, Вера? Ты же сама недавно разводила, прекрасно знаешь. Штамп! Пока не заплатишь определенную сумму штампа, на разводе не ставят. Может, я денег пожалел. Хожу со старым штампом. А вот еще. Может, я устраиваюсь на работу? За границу, в Африку. За границу, чтобы на работу поехать лучше, быть женатым, быстрее выучиться. Да я тебе еще сто причин назову. Зря полез, все равно не узнала, как на самом деле. А как на самом деле? А я не скажу. Вот считай, что я женат и просто гуляю налево. Вот так и считай. А что это не так? А не скажу. Я тебе хотел сегодня все рассказать. Да, извини, в постели. Все. Ну, а теперь не скажу. И не надо. Я все равно тебе не верю. Вера, какая же ты дура, а? Ты все... Ну, все же выясняется. Если люди продолжают встречаться, а если нет, тогда вообще какая разница? Я никогда на первой встрече не называю себя своим именем. Жизнь научила так поступать. Поэтому тогда я назвал себя Юрой. И сегодня, я же знал с самого начала, что ты меня знаешь. Знал? Нет? Ты уже знал, что меня знаешь и назвал себя Лешей. Да, знал, но я не знал, как у нас все будет дальше проходить. Я... Как? Откуда я? Ты вот меня убить хотел. Что мне перед тобой? Надо душу открывать. А зачем? Чтобы ты в карман не полезла, да? Ты к тебе все равно полезла. И что, ушла? Нет, сидишь и остался. Да ладно, сиди. Я тебе сейчас все расскажу. Я живу в этом городе. Работаю снабженцем на автобазе. Начальником снабжения. У меня два сына. Один в прошлом году женился. С женой развелся три года назад. Не обманул в самом главном. Она у меня учительница литературы. Закончила Ленинградский институт имени Герцена. Всю жизнь мною недовольна была. Я недостаточно интеллигентен. Детей против меня настраивала. Приучила с детства, что папа это бяк. Вот я сколько мог терпеть, я терпел. Потом не смог больше и разошлись. Не можем разъехаться, не разменяться никак. Все. Я все равно тебе не верю. А что это отмечает? Штамп, что ли? Ты бюрократка. Да завтра подойду, заплачу 90 рублей и поставлю этот штамп, чтобы всем разводушкам было видно. Накидывайся, холостой. Я все равно не верю. Знаешь что, Вера, вот это твоя правда. Не веришь и не думаешь. Хочешь, я тебе скажу, что тебе нужно делать, чтобы у тебя все было в порядке? Сиди дома, не ходи в парк, ни с кем не знакомься. И все будет. Есть у тебя ручка? Ручка. Есть ручка, обычная ручка. На, держи. Что это? Это телефон. Чей? Моей супруге, бывшей. Ее зовут Антонина Петровна. Позвони ей и все, знаешь. Да не буду я ей звонить. Что тебе не нравится? Позвонишь и скажешь, Бог, я встретила Федора Кузьмича, у него в паспорт и штаб, а так все на самом деле. Да я не буду есть. Да я тебе все равно не верю. Ты будешь разговаривать с моей бывшей женой через щелах. А куда ты тогда ночью торопился? Куда ты ночью сбежал? Домой. У нас тогда сынишка болела. Она просила быть. Думала, может, в больницу придется класть, скорую вызывать. Поэтому я сбежал. А когда пришел, она вдруг как кинулась ко мне и говорит, давай начнем все снова. Вот так вот, неожиданно. И я согласился. Да, Вера, вот так бывает. Лег спать с бывшей женой, который до этого два года не прикасался. Придя от тебя. Все же непросто. Ты ему до сих пор говоришь, мой Петя, ведь он давно уже не твой. Ладно, на, позвоните, выяснишь все, на. А зачем дочку придумать? Ну, придумал и придумал. Фантазия у меня богатая. Вера, мы с тобой два взрослых человека. Прожили каждый по обробному куску жизни. Встретились. И в такой ситуации дуатка никогда не бывает. Ну, ты, ты вот зачем мне спрала? Пробедик, зачем спрала? Пробедик, ну, что, Ланя, не зачем спрала? Ты же не знаешь зачем. Это просто язык так поворачивается, что говорить неправду. Потому что мы пока с тобой друг другу чужие. Пока. Если будем вместе, еще много чего такого вылезет.